Лекция Пашичи Тани Чаритамрити, Ади Лила, глава 7, тексты 106 по 107. Прочитана его Божественной Милостью Ачья Бхактивиданты Свами Прабхупадой, 17 февраля 1967 года в Сан-Франциско. Мы говорили о том, что Ишвара Вачана, то, что было сказано Верховной Личностью Бога, лишено каких-либо изъянов. Когда мы говорим, когда мы пишем, поскольку мы обусловлены, все это грешит четырьмя видами изъянов. Мы подвержены совершению ошибок, иногда мы подвержены иллюзии, иногда мы склонны к обману. И наши чувства всегда несовершенны. Поэтому, какое бы знание я ни выдавал, о чем бы вам ни говорил, все это будет несовершенным. Вы не можете ожидать совершенного знания от несовершенной личности. Например, врач. Если сам врач болен, он отдает себя заботам другого врача. Он сам о себе не заботится, потому что в этот момент он является несовершенным врачом, потому что сам болеет. Поэтому он несовершенен, хотя он врач, но в своем болезненном состоянии он сам о себе не заботится, он вверяет себя заботам другого врача. Такова система. Когда негодяи и глупцы на своем несовершенном уровне считают себя совершенным, начинаются все эти аномалии этого мира. Глупцы и негодяи не считают себя глупцами-негодяями. Например, читание Мапрабху перед своим духовным учителем выставляет себя, его духовный учитель посчитал его первым глупцом. И мы всегда должны быть готовы признать свои несовершенства. Но этими несовершенствами не грешит Ишвара. Ишвара означает повелитель. Если повелитель несовершенен, допустим, если директор какого-то образовательного учреждения является глупцом, то какой смысл держать такого человека? Поэтому Ишвара, повелители, не обладают такими несовершенствами, это нужно признать. Они безупречны. И что уж говорить о парамешваре. Есть две категории Ишвары. Вы тоже Ишвара, но сейчас вы находитесь на уровне несовершенства. Когда вы достигнете совершенства, вы станете Ишварой. Владыка или Повелителем. Например, в нынешнем нашем обусловленном состоянии мы все ведемся на поводу у чувств. Когда вы, по крайней мере, сможете овладеть своими чувствами, вы становитесь Ишварой. Сейчас мы под контролем чувств. Но когда вы действительно овладеете своими чувствами, вы становитесь Ишварой. Тогда вы будете меньше ошибаться, меньше впадать в иллюзию, меньше обманывать, и вы будете совершенны. Итак, Бог лишен всех этих несовершенств. И что такое Писание? Писание — это слова Бога. В любом Писании мы увидим, Бог сказал, в Библии говорится, Бог сказал, да будет творение, да будет мир. И зачем Богу создавать? Потому что, если Бог создает, тогда это будет совершенным творением. Если Бог сказал, пусть будет мир, этот мир будет совершенным. Разве вы не видите, что это творение совершенное? Нам необходима вода. И у нас огромное количество воды. Бог создал эту землю такой, что три четверти земли покрыта водой. И вода соленая. Почему? Потому что, если бы она не была соленой, вода бы испортилась. И каким образом эта вода распределяется? За счет Солнца. Солнце испаряет воду. То есть, соль остается в океане, а чистая вода испаряется в небо и распределяется по всему миру. И она хранится на пиках горных вершин. Так что, благодаря гравитации, в течение года, благодаря рекам, по каналам, эта вода вам доставляется. Вот изучите природу, вы увидите, насколько совершенная она. Разве вы на это способны? Нет, это невозможно. Когда мы испытываем дефицит воды, мы должны обращаться к небу. У нас у самих нет такой способности. Ваша наука не может. Если нет дождей, если дожди не выпадают, вы не сможете создать дождь. Вы должны ждать его. Так что все, созданное Господом, совершенно. И не может быть и речи о несовершенстве. Ведическим языком сказано, что Верховный Господь совершенен и полон. Поэтому все, что Он создает, так же совершенно и полно. В действительности, в этом материальном мире ни в чем нет недостатка. Недостаток мы создаем. Мы создаем дефицит своим неправильным управлением. В действительности, весь мир, вся Земля принадлежит. Здесь живут все живые существа. Земля принадлежит им. Бог создал овощи для животных. Он создал фрукты, цветы, зерно. И вы берете молоко у животных. Все могут жить в мире и счастье. Но мы, негодяи, мы создали все эти различия. Этот американец, этот индейец, этот китаец. Я русский, я этот, я тот. Я христианин, я индус. Зачем? Вы все слуги Бога. Зависимы от Бога. Лидером является Бог. Вот так нужно думать. И тогда все станет совершенным. Все есть уже в совершенстве. Природа устроила все так, что вы можете есть вкусно. Все ваши телесные нужды могут в достаточной мере удовлетвориться. Берите это, ешьте вкусно, живите спокойно. И обращайтесь к словам Бога. Есть Библия, есть Коран, есть Веды. Старайтесь постичь Бога. Достичь совершенства в своей жизни и вернуться к Богу. Вот и весь метод. Нет изъянов в творении Бога. Это прежде всего нужно понять. Чайтана Махапрабху говорит, Веданта составлена самим Богом. Мы это объяснили вчера. Господь Кришна также говорит, Веданта вид Веданта крит чахам. Я составитель Веданты. Я знающий Веданту. Если бы Бог, Кришна, не знал Веданты, как бы Он мог составить Веданту? Веданта значит последнее слово в знании. Все мы ищем знания. Веданта означает последнее слово в знании. Чайтана Махапрабху прежде всего провозглашает, что в Веданта сутре вы не найдете никаких изъянов, поэтому у вас нет права давать свои толкования этому знанию, потому что вы негодяи. Как вы можете касаться и комментировать сутры, которые составлены Богом, Верховным Совершенным. Но мы не признаем, что мы негодяи. Я думаю, я очень образован. Я лишен каких-либо изъянов и недостатков. Я совершенство. Это глупо. На это указывает Чайтанья Махапрабху. Почему глупые люди интерпретируют, комментируют Веданту, которая уже сама по себе совершенна? Разве необходимо необходим какой-то источник света, чтобы увидеть Солнце? Как это возможно? Солнце само по себе является светилом, прекрасным светилом, которое не требует никакого другого источника, чтобы его увидеть. Если я скажу, дорогой мальчик, пойдем, возьми с собой фонарик, я тебе покажу Солнце в небе. Он подумает, Свамиджи, вы что, с ума сошли? Какой смысл в этом фонарике? Зачем этот фонарик нужен? Точно так же, каким знанием вы обладаете, что смеете комментировать Веданта Сутру? Это знание само по себе уже излучает свет. В начале говорится Атхата Брама Джигиаса. Сейчас у вас человеческая форма жизни. Вы обладаете совершенным сознанием. Вы не как животное. Вы не кошки-собаки. Теперь старайтесь понять, кто вы, Браман, что есть дух. Разве не это ваш долг? Неужели вы должны довольствоваться лишь удовлетворением животных потребностей, едой, выпивкой, сексом, зачатием детей? Иногда приходит смерть. Вы считаете это совершенством жизни? Нет. Веданта говорит, Ататхо Брама Джигиаса, это жизнь, предназначенная для духовного осознания, не для жизни, как у кошек и саббат, для чувственных наслаждений. Они этим занимаются. Свиньи услаждают свои чувства. Весь день они едят, и как только видят самку, вступают с ней в связь. Вы считаете, что это человеческая жизнь? Нет. Веданта говорит, нет. Человеческая жизнь предназначена для понимания духа, для того, что лежит за всем этим проявлением. Джанна. Веданта Сутра сразу же дает ответ, Джанма Адьяся Этага. Браман, высшая абсолютная истина, это то, что лежит за всем этим проявлением. Если за всем этим проявлением лежит Браман в основе всего этого, а мы, все живые существа, мы разумны, мы знаем, как что-либо хорошо сделать, у нас есть разум. И как вы думаете, разве тот, из кого мы изошли, не обладает разумом? У него нет никаких чувств? Он безличное что-то? Что это за чушь? Я родился от отца. Допустим, я его не видел. Сразу же после моего рождения, допустим, мой отец умер. в детстве. И когда моя мама была беременна, отец умер, и я его не видел. Есть много таких случаев, как Махарадж Парикши. Его отец умер, когда он еще находился в лоне своей матери. Он не видел своего отца. Означает ли это, что его отец безличен? Любой человек может понять, что я получил тело от отца, я так разумен, я могу все делать очень хорошо. Естественно, мой отец личность. Как он может быть безличным? Хотя я не видел его. Итак, Виданта Сутра говорит, Джанмадья Саятаха, тот, из кого все исходит, не является безличным. Поэтому Бхагавата объясняет этот стих, эту Сутру очень хорошо. Это Верховная Личность. Бог сознает. Он сознает, он не является безличным, поскольку он знает все. Поскольку, Бхагавата как, например, ваш отец знает почти все про вас, потому что он вас создал. Это грубый пример. Но он с большой буквы совершенен. Мы, отцы, несовершенны, но он совершенен. И поскольку он совершенен, он знает любой уголок этого творения, он знает все. И Бхагавата говорит Абхигья, Абхигья, значит, он знает. Как он знает? Его процесс познания иной. Мы распространяем какие-то свои абсурдные представления на Бога. Веды же говорят, солнце это глаз Бога. Солнце, которое излучает такой яркий свет, такое могущество, это глаз Бога. Как вы можете спрятаться от глаз Бога? Солнечный свет в этой вашей комнате. Вы думаете, я один в этой комнате. Никто меня не видит. Буду заниматься какой-нибудь чепухой. Но солнечный свет есть. Как вы можете спрятаться от него? Поэтому он совершенен. Он может видеть. И также он изнутри и снаружи. Он находится внутри вас. Как вы можете спрятаться от него? Это невозможно. В нем нет несовершенств. Он видит, он действует, он пишет, он дает наставление. Все это совершенно. Прежде всего, вы должны это понять. И Бхагава-то говорит, дхарма, любая религия, любой религиозный принцип, сакшат, бхагават, пранитам, это все составлено, созданно Верховным Господом. Поэтому в любом Писании мы находим, что началом является Бог. Бог начало. Например, законы государства созданы администраторами, правителями государства. Как вы можете их менять? Вы не можете их менять. Согласно закону государства, вы должны ехать по правой стороне проезжей части. Можете ли вы изменить это? Нет, я поеду по левой. Вас тот же же арестуют. Вы не можете изменить законы своего государства. Как вы можете изменить законы Бога? Это означает, что чем больше вы нарушаете законы Бога, тем более грешным становитесь. Это называется грехом. Так же, как вы нарушая законы государства становитесь преступником, аналогично нарушая законы Бога, вы становитесь грешником. Вы становитесь грешником. Таково определение греха и благочестия. Если вы следуете правилам Бога, вы благочестивы. в Бхагавадгите говорится, сексуальный контакт ради зачатия детей это сам я, то есть это благочестивая деятельность. Но если сексуальная связь осуществляется ради чувственного наслаждения, это грех. Это грех. Глупцы могут спросить, в чем разница между сексом в браке и сексом вне брака. Это вопрос глупца. Но если мы следуем правилам, а правило таково, вам требуется сексуальная жизнь. Станьте порядочным человеком, вступите в брак, женитесь и спокойно живите. И это хорошо, это праведная жизнь. Так почему мы не принимаем это? И точно так же есть много разных таких вещей во всем. есть закон Бога и он совершенен. Это совершенство. И сознание Кришны означает всегда сознавать, всегда быть в контакте с Богом. Это называется сознанием Кришны. Сознание Кришны это не нечто искусственное, когда мы придумываем какие-то идеи и рекламируем, что мы сознаем Кришну. Нет. Сознание Кришны означает так же как законопослушные граждане страны всегда сознают высшее положение государства, точно так же человек, который всегда сознает высшее положение Бога или Кришны, называется сознающим Кришну. Его называют сознающим Кришну. Если мы говорим, а зачем нам становиться сознающими Кришну, если вы не становитесь сознающими Кришну, то вы становитесь преступником, вы становитесь грешником, вам приходится страдать. Законы природы настолько сильны и неумолимы, что вам не сойдет с рук их нарушение без страданий. Как законы государства, они настолько строги, что если вы совершаете какое-то преступление, допустим, храните марихуану или ЛСД, вас тотчас же арестуют. Понимаете? Что уж говорить о том, чтобы пользоваться этим? Вот это необходимо понимать. Это сознание Кришны. Мы не должны нарушать все, что сказано. Читание Махапрабху хочет подчеркнуть этот момент, что никто не может интерпретировать, будь то в Библии или Веданта-сутре или Коране. Таков принцип. Вы не можете вносить какие-то изменения. Если вы не понимаете, нужно обратиться к компетентному человеку. А кто является этим компетентным человеком? Компетентный человек — это тот, кто получает знания по системе Парампары. Не нужно думать, что компетентный человек — это доктор Радакришнан, потому что он очень образован, известен на весь мир, философ, поэтому он компетентный человек. Нет, он некомпетентный. Компетентный, может быть, даже неграмотный человек, но следующий гуру Парампари — цепи ученической преемственности. Это компетентный человек. Он может быть даже неграмотным. Он может... Как, например, Господь Читания подтвердил, что Браман, который был неграмотным, но он изучал Бхагавадгиту, и Читания Махапрабху сказал, да, он обнял его. Мой дорогой Браман, ты истинный знаток Бхагавадгиты, потому что он знает саму суть Бхагавадгиты, сам центральный момент. Несколько раз я рассказывал эту историю. Когда Читания Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он увидел, как один Браман читал Бхагавадгиту, а его соседи, они знали, что этот Браман неграмотен. Он не знает даже слова, азбуки, при этом читает Бхагавадгиту. И они шутили иногда, иногда критиковали его. Конечно, этот Браман, он читал, насколько мог. А как он мог? Читания Махапрабху увидел, что над ним смеются, и он подошел к Браману, о, мой дорогой Браман, что ты читаешь? Браман понял, что это искренний человек, он не насмехается надо мной, он просто спрашивает. Он сказал, мой дорогой господин, я неграмотен. Я даже алфавита не знаю. Но мой гуру Махарадж попросил меня читать каждый день 18 глав Бхагавадгиты. Что я могу сделать? Я взял эту Бхагавадгиту, следуя наставлениям своего духовного учителя, и я просто смотрю на обложку и пытаюсь понять, что там. Он неграмотен. Глядя на обложку, он пытается понять Бхагавадгиту, следуя указаниям своего духовного учителя. Это называется сознанием Кришны. Поскольку мой духовный учитель велел мне читать Бхагавадгиту, я знаю, что я неграмотен, я не могу читать ее. Но я хотя бы посмотрю, что это. Читание Махапуа спросил его, «Ну, ты неграмотен, но я вижу, что ты испытываешь какие-то чувства, ты плачешь?» «Да, Господин, я плачу». Почему? Как только я беру эту книгу, изображение Кришны и Арджуны предстает перед моими глазами. Я вижу, что Кришна ведет колесницу, и Арджуна слушает. И я восхищаюсь. Кришна так добр, он стал колесничем своего преданного, поэтому я плачу. Он так добр. Читание Махапуа сказал, «Ты читаешь Бхагавадгиту». И он сразу обнял его. Вот что значит чтение Бхагавадгиты. Кришна минус комментарий на Бхагавадгиту. Все они негодники. Будьте осторожны в отношении всех этих глупцов и негодяев. Это не Бхагавадгита. Может быть, он доктор, Рада Кришна, Свами Никелананда. Все они негодяи, потому что они вычитают Кришну, они хотят свои толкования давать. Точно так же они интерпретируют Веданту. Все это минус Бог, минус Бог. Так, Кришна, Читание Махапрабу предупреждает вас, не идите к таким негодяям. Тут нет ошибок. Старайтесь постичь Бхагавадгиту или Веданта Сутру или любое описание, как оно есть. Не пытайтесь изменить это. Спасибо вам большое. Продолжение следует... Продолжение следует...